Дорогие участники, добро пожаловать! Сегодня 23 мая 2024 года, 818 день вторжения России в Украину. Я Радимжак, руководитель секретаря ТАП-ПРАЖСКОГО процесса и руководитель региона ВЕЦА в ICMPD. Для меня честь приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Судя по количеству зарегистрировавшихся, аудитория сегодня должна превышать 220 участников. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить вопрос, который постоянно вызывает серьезную беспокойность, который был с глубокой тревогой сформулирован на 4-й министерской конференции ПРАЖСКОГО процесса в 2022 году, а именно вынужденной миграции из Украины на фоне продолжающейся военной агрессии России. И это стало очень важным вопросом для нас в своей работе. Мы продолжали работать над диалогом, делали это совместно с украинскими пограничниками и с коллегами из парламента Украины, из Верховной Рады. Помощь также предоставлялась миграционной службе коллегам из Министерства иностранных дел. И также создался центр для консультаций в Берлине, Гданске и Праге для того, чтобы помогать гражданам Украины и также работать с украинской диаспорой. Вторжение России в Украину не только нарушило международное право и причинило невыразимые страдания миллионам людей, но также спровоцировало одну из самых значительных вынужденных миграций в новейшей истории. На данный момент около 10 миллионов украинцев в ЭПЛ или были вынуждены выехать за границы Украины. Этот конфликт и вызванные перемещения населения являются человеческой трагедией, имеют глубокие геополитические последствия для безопасности политики, экономической ситуации, социального контекста не только на региональном, но и на глобальном уровне. Ситуация с перемещением сложна, нестабильна. Последствия широко варьируются в зависимости от нескольких потенциальных сценариев введения войны. Каждый сценарий несет в себе свой набор вызовов и последствий, прежде всего для Украины и ее народа, но также и для всего мирового сообщества. Наш уважаемый докладчик сегодня доктор Франк Дювелл рассмотрит несколько сценариев войны и соответствующего вынужденного перемещения из Украины. Он изложил их в новом обзоре пражского процесса, третьем, такого рода по данному вопросу. Он объяснит методологию, которая использовалась для построения сценариев и изложит основные соображения, имеющие значение для анализа. Доктор Дювелл смело поставил критический вопрос о потенциальных масштабах перемещения из Украины в случае, если ситуация будет продолжать ухудшаться и не разрешится в пользу Украины. Этот вопрос, несомненно, непростой, но он очень важен, поскольку это важное напоминание о том, насколько высоки ставки и насколько важно постоянно поддерживать Украину союзникам. Доктор Франк Дювелл – старший научный сотрудник в Оснопрюбском университете Институте миграционных и межкультурных исследований с 2020 года. Ранее он возглавлял отдел миграции Немецкого центра интеграционных и миграционных исследований в городе Берлин. С 2013 по 2018 год был доцентом и старшим научным сотрудником Центра миграции, политики и общества Оксфордского университета. Доктор Дювелл имеет более 25 лет опыта проведения и руководства исследованиями, анализа и политическими консультациями. Он эксперт в области международной миграции, в частности, нелегальной, транзитной, вынужденной миграции, управления миграцией и международных отношений в сфере миграции. Его исследования, среди прочего, сосредоточены на странах на периферии и в более широком соседстве с Европейским Союзом. Также доктор Дювелл работал в Народном центре развития миграционной политики, GIZ, СЦИО «Амстердам Экономикс» в фонде Николаса Витсена, университете Эксетера и университете Бремена, а также консультировал международную организацию по миграции, ОБСЕ и предоставлял материалы Совету ЕС, Совету Европы, Британскому парламенту, гендиректорату Турции по управлению миграцией и многим другим. Он имеет степень доктора философии, социальных наук в Бременском университете, провел более 25 исследовательских проектов, опубликовал 10 книг и более 60 исследовательских статей во всемирно известных журналах. В сотрудничестве с пражским процессом и его миграционной обсерватории доктор опубликовал три аналитические записки по Украине. Первая была опубликована еще в июне 2022 года, вторая – в январе 2024, и еще одна – в мае 2024 года, которую мы вам сегодня и представим. Также он участвовал в двух онлайн обсуждениях по Украине в апреле 2022 и мае 2023 года, а также в семинаре ICMPD и IGC по временной защите в феврале 2023 года. Название аналитического обзора и сегодняшней презентации «Сценарий войны и вынужденной миграции из Украины». Сколько еще украинцев будут вынуждены покинуть дом, если Россия выиграет войну? Мы осознаем, что вместе с автором мы сформулировали мощное название. Оно было выбрано, опираясь на наихудший гипотетический сценарий, изложенный в аналитическом обзоре. Сценарий, который необходимо предотвратить совместно в тесном сотрудничестве и при мощной поддержке Украины со стороны ее партнеров в борьбе Украины за свободу, демократию и территориальную целостность. Сейчас остается всего несколько недель до конференции «Постановление Украины в Берлине» 11-12 июня и до мирной конференции в Ишвейцаре 15-16 июня. И нам кажется, что это очень своевременный момент. Крайне важно понимать, что сценарии, которые будут вам сегодня представлены, не стоит рассматривать как то, что точно воплотится в жизни, скорее как критические идеи, которые могут помочь. Если лицам ответственным за принятие политик, принятие обоснованных решений повлияется на траекторию конфликта и на продолжающийся кризис. Давайте все мы поймем, что нам важно также сохранять симпатию, потому что мы говорим про судьбу и будущее миллионов людей, и каждый из этих людей имеет право на сохранение своего достоинства. Что ж, на этой ноте доктор Девелл слово вам. Доброе утро всем. Очень рад сегодня быть здесь с вами. Большое спасибо ради им за то, что вы так прекрасно очертили цель сегодняшней встречи и представления данного документа. Прежде чем я перейду непосредственно к своему докладу, хотел бы еще несколько слов сказать о себе. На самом деле я с 2006 года исследовал вопрос о миграции, связанной с Украиной, занимался транзитной миграцией, безопасностью границы, миграцией в Украину, например. Беженцев из Чечени и Афганистана. После этого я также начал изучать стремления украинцев, которые также рассматривали возможность миграции. Это проект, который финансировался ЕС. И после этого также изучал вопросы нерегулярной миграции из Украины в Великобританию. И я, наверное, проехала практически всю страну, кроме Донбасса. Его не посетил, хочу отметить. И, наверное, незабываемым опытом было это, когда пограничники украинские меня возили с собой в Сумскую область на границу, на востоке, также в Ужгороде, на западе страны, для того, чтобы продемонстрировать, что означает безопасность границы, каким образом управляют этой безопасностью в Украине, это было очень интересно. Также я работала с коллегами из EIP. И на самом деле у меня даже родственники есть в Украине. Очень много друзей, коллеги. Некоторые коллеги до сих пор в Харькове. Понятное дело, что новости, которые я ежедневно читаю, очень пугают. Во феврале 2022 года, на самом деле, я был в Украине, в украинском католическом университете, в тот день, когда началась война. Я довольно часто там давал лекции. Для того, чтобы домой выходить, мне пришлось примкнуть к украинским беженцам в первый день войны. Это, знаете, еще один набор упоминаний, о которых не позабыть. И после этого очень много я занимаюсь вопросами, вынужденного переключения внутри Украины и за ее пределами. Планы были у меня другие до этого. И на самом деле это уже четвертый мой сценарий. Первый был представлен в ноябре 2021 года. И я рассматривал, что будет происходить, если Россия захватит Украину. Цель заключалась в том, чтобы сообщить общественности, знаете, для того, чтобы провоцировать какое-то реагирование соответствующее. Это делалось для того, чтобы пояснить, как лучше подготовиться к наихудшему возможному развитию событий. И говорил про то, что, возможно, 10 миллионов украинцев будут перемещены. И на самом деле в ноябре 2021 года мне сказали, что все это звучит как просто какие-то выдумки какого-то ненормального ученого. И, знаете, хотелось бы ошибаться. И хотелось бы, чтобы и сейчас я тоже ошибался. Что ж, сейчас я запускаю демонстрацию моего экрана. Документ, который будет представлен сегодня, на самом деле содержит огромное количество данных. И поэтому сегодня, чтобы было проще все это переварить, я постараюсь все упростить и сосредоточиться на основных аспектах. Вопрос, который я поднял, знаете, такой типичный академический вопрос. Сколько еще украинцев будут вынуждены покинуть дом, если Россия выиграет войну? Это мысленный эксперимент. Это гипотетический вопрос. То есть это означает, что это гипотеза. Тем не менее, она помогает продумать над вариантами решения и реагирования. Какой у нас план? Сперва вступительная часть, после этого коротко поговорим про текущую ситуацию. Расскажу детально о методологии. Затем мы посмотрим на модели перемещения в 2022 году, определяющие факторы перемещения. После этого поговорю про сценарий и потом перейдем к заключению нашего семинара. Что ж, весной 2022 года, и вы, конечно же, так это все хорошо знаете, Россия вторглась в Украину, нанеся удар по северным, восточным и южным областям, включая большинство крупнейших городов и столицу, город Киев. Мы видели боевые действия на окраине Киева к лету 2022 года. Украинская армия остановила и частично отразила, к счастью, вторжения, в частности, на северо-востоке. После этого было контрнаступление осенью 2022 года. Были освобождены дополнительные территории в Харькове, Черконе. Прекрасные, успешные достижения. Украинские силы также вернули контроль над западной частью Черного моря. И мне кажется, что не очень часто об этом говорят. Однако, контрнаступление летом прошлого года в Запорожье, Донецке и Луганске, по большому счету, провалилось, к сожалению. Потому что Россия до сих пор оккупирована 17% в общей территории Украины. Это на самом деле соответствует размерам некоторых европейских стран, Албании, если я не ошибаюсь. С зимы 2023-2024 года Россия, к сожалению, держала преимущество, постепенно расширяя оккупированную территорию на Востоке, хотя и ценой очень высоких потерь личного состава и техники. К сожалению, западная поддержка начала замедляться, в частности, США. Не хватает униции, но мы видим, что ситуация улучшается в последние несколько недель. Если говорить про ситуацию с миграцией сейчас, к октябрю 2020 года 4,6 миллиона человек из Украины искали защиту в Европейском Союзе, до 4 миллионов, но это было неверное заявление. Сперва перебралось в Россию, ну и приблизительно 6,54 миллиона были перемещены внутри страны. Это огромные показатели. С осени, с зимы 2020 года миграционная ситуация остается плюс-минус стабильной, что способствует возвращению вынужденных переселенцев и беженцев. Где-то 3 миллиона и 1 миллион международных беженцев они вернулись домой. Это хорошая новость. Конец 2023 года. Говорят о 3,9-х, 4,2 миллиона лиц, перемещенных в ЕС. Я скептически отношусь к более высокому показателю. Количество людей, которые зарегистрированы в ЕС, это не означает, что все они до сих пор там находятся, потому что люди могут на время только выезжать, ну и где-то около 700 тысяч человек в США, Канаде, Турции, ну и это, наверное, где-то около 30 тысяч. Около 1 миллиона, согласно данным коллег, все еще находятся в России из-за войны, потому что мы видели большое количество людей, которые были либо депортированы, либо бежали в Россию, но многие из них выехали из России, чтобы выехать либо по итогу в ЕС, либо через ЕС выбраться на подконтрольную правительственную территорию Украины. До сих пор 3,7 до 4,8 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине. Разные показатели, разные статистические подсчеты. На начало 2024 года всего 9,6 до 10,8 миллионов людей перемещены внутри страны, либо выехали за рубеж. Это огромные показатели, это огромное количество людей. Теперь немного по методологии. Я разработал 4 возможных сценария завершения войны. И, конечно, это все основывается на оценках, на различных отчетах, которые были проведены организациями. Во-вторых, я определил ключевые миграционные модели перемещения в результате вторжения в 2022 году. То есть мы наблюдали, как люди реагировали на вторжение. И, в-третьих, результаты, которые служат приоритетом и применяются к разным сценариям войны. В-четвертых, модель дополнена статистическими данными с недавних опросов и отчетов. Мы должны признать, что статистика населения Украины является несовершенной, потому что последняя перепись населения проводилась в 2001 году, очень давно. И с того времени мы пользуемся приблизительными цифрами. значительные уровни внутренней и международной миграции, но таки они не поведомляются, и поэтому данные о местопрождении людей в Украине, они сопровождаются оговорками. Поэтому мы не можем говорить, что это точные данные. Именно по этой причине базовая статистика населения, она преимущественно отражает довоенную ситуацию. Если мы, например, посмотрим на население по разбивке по областям, по городам, то, снова таки хочу сказать, что это данные, которые были взяты до войны. Поэтому из большинства данных нужно вычитать население, которое уже покинуло Украину в результате войны, а это 6 миллионов человек, 15% от общего населения. Кроме того, данные об украинцах, которые были депортированы в Российскую Федерацию или выехали туда, опять-таки они недостоверны, они были предоставлены Российской Федерации, и не имеется разбивки по областям, по гендеру, по возрасту. У нас нет основных факторов и характеристик людей, которые переехали в Российскую Федерацию. Также нужно помнить про ВПЛ из областей, экупированных в России и зоны боевых действий, которые переехали в подконтрольные правительства в Восточной области. Они частично компенсируют количество людей, которые переехали в эти территории, как, например, Харьков. Они приняли большое количество ВПЛ. Могу сказать, что они каким-то образом компенсируют количество людей, переехали в эти территории. Также могут быть абсолютно разные реакции на российскую оккупацию со стороны частично пророссийских сообществ. Но, опять же, я не могу просчитать статистику. И этот вопрос вызывает обеспокоение. Нужно брать во внимание характеристику населения, кто уже уехал из Украины, те, которые остались. Те, которые уехали, благодаря европейской статистике, мы видим, что это молодое население, примерно диапазон от 18 до 44 лет. В большинстве случаев это женщины. Они имеют хорошее образование и демонстрируют высокую склонность к миграции. Те, кто остался в Украине, обычно это возраст от 45 до 95 лет, старшее поколение, это мужчины, менее образованные и демонстрируют меньшую склонность к миграции, чем молодежь. Поэтому для каждой возрастной группы нужно проводить отдельные расчеты склонности к миграции. Потому что есть разница. Следовательно, к общим оценкам нужно применять поправочный коэффициент 25%, причем в каждой группе при оценке всего населения. Также мы должны признать, что из-за войны и перемещения половой и семейный состав населения также изменился. И все это произошло из-за непропорционального высокого уровня миграции женщин с детьми. И модели женской миграции, их нельзя припоминять к мужской миграции. Тут существует три причины. Склонность мужчин выехать из Украины в случае российского контроля может быть даже выше, чем женское модель перемещения. Ну, потому что, во-первых, они будут стремиться воссоединиться со своими женами, детьми, которые уже приехали за границу. Во-вторых, они будут пытаться избежать российских репрессий. И третье, это, опять же, применяют к тем, кто сейчас находится на фронте и работают в администрациях. И также, если Россия будет побеждать, то военное положение может стать неэффективным. И, наконец, я хочу сказать, что мы рассматриваем тут только то население, которое проживает на территориях контролируемых правительствами. Теперь модели перемещения, которые существовали до данного момента. Изначально 13,8 миллионов украинцев были перемещены, что я могу сказать, это было наибольшее перемещение, начиная со Второй мировой войны. 36% от общей численности населения, цифра. К 2024 году все еще 9,7 миллионов человек остаются перемещенными. 6 миллионов находятся за границей, 3,7 миллионов человек перемещены внутри страны. И также ВПЛ, которые были пересчены с территории, которые были оккупированы Российской Федерацией, из зоны Курганской Федерации. Очень грубо. 814 тысяч людей было перемещено из Луганска, 814 тысяч из Донецка, приблизительно 440 тысяч из Запорожья и 440 тысяч из Черсона. Цифры приблизительные. И гражданцы в Европейском Союзе из этих областей составляют приблизительно 58 тысяч из Луганска, 340 тысяч из Донецка, 134 тысяч из Запорожья и 163 тысяч из Херсона. Дополнительно 40% переехали в США, Канаду, Великобританию, Турцию и также Россию. Но опять же, по России у нас нет надежных данных. Всего Донецка уже переехало 1,29 миллионов человек, 896 тысяч из Луганска, 616 тысяч из Запорожья и свыше 669 тысяч из Херсона. Дополнительно 668 тысяч жителей Донецка и Луганска переехали в Российскую Федерацию начиная с 2014 года. Эти люди уже уехали из территории, которые были оккупированы Российской Федерацией. А сейчас вы видите на следующий слайд разбивка по Донецка и Запорожья и Херсона. И это первый блок моего сценария, что случится, если ситуация ухудшится. я опять же рассматривал территории, которым угрожает оккупация в наих лучшем сценарии. И все эти факторы, и тут я применил также дополнительный фактор поправки 25%, также учел поведенческие модели, гендер, вековые группы и тех людей, которые на данный момент служат в армии. Это все идет с оговоркой, опять же, потому что я рассматривал Донецк как исключение. Я больше фокусировался на Херсоне и Луганске, брал их как за среднее число, где 50, даже 70% населения было перемещено и 37% людей, которое было перемещено из Запорожья, потому что опять-таки мы говорим про оккупированную часть Южную, южную часть Запорожья и город Кривой Рог, который более населен, но не пострадал, так как Запорожье. Поэтому я предлагаю рассматривать именно эти регионы, так как здесь количество миграции может быть от 50 до 70 процентов. И этот фактор важно брать во внимание, потому что он демонстрирует, что только небольшое количество людей согласится жить под контролем Российской Федерации, и если что-то пойдет не так, люди предпочтут выехать, чем принять правительство России. И мне кажется, что эти модели, которые я вам показываю, ярко это демонстрируют. Какие основные определяющие факторы перемещения? Оставшееся население на территории контролируемой правительством составляет 31 миллион человек. Доля перемещенных с оккупированной территории составляет от 55 до 75 процентов, 35 процентов, если с Донецком. склонность к миграции это диапазон от 0 до 44 лет, довольно высокий, то есть свыше 10 и 7 миллионов человек переедут. И склонность к миграции в диапазоне от 45 до 95 лет, она будет низкая по сравнению с предыдущей группой, и это будет от 1,5 до 3 и 3 миллионов человек потенциально, которые переедут. И мужчины, 9 и 28 миллионов человек, эта склонность с миграцией будет довольно высокая. Опять же, мы говорим о мужчинах, которые находятся сейчас на фронте. Теперь про сценарии. Первый сценарий, самый позитивный, если Россию удастся остановить, новых перемещений не состоится, и люди смогут продолжать возвращаться. Второй сценарий, то, что мы наблюдаем сейчас, на моем мнении, если Россия будет добиваться лишь небольших медленных успехов, и только несколько украинцев будут дополнительно перемещены, в основном внутри страны, и опять-таки из-за небезопасной ситуации немного людей будут возвращаться. В худшем варианте, если Россия оккупирует оставшуюся часть Донецкой области, Харьков, Днепр, Запорожье, возможно, Киев, Николаев, Одессу, и это цель Российской Федерации, это не наши надежды, это не то, чего мы хотим, конечно же, то население свыше 16,5 миллионов человек, мы говорим сейчас об этой цифре, в таком случае от 6 до 11 миллионов человек могут быть перемещены, в том числе и в ИПЛ, которые уже ранее были перемещены на эту часть Украины, и большинство этих людей, конечно же, переедут в Западную Европу. Здесь, к сожалению, это повлияет на Киев, на Харьков, густы населенные города, и люди будут приезжать просто потому, что они не будут желать жить в составе России, максимально может переехать от минимум 9 до 13 миллионов человек, даже до 19 миллионов человек, и мои предположения, что 85% будут перемещены на Запад. В продолжении, если нынешние тенденции миграции сохранятся, 15% переедут в Россию, 85% переедут на Запад от 7 до 16 миллионов человек, из них 20% переедут в Польшу, приблизительно от 1 до 3 миллионов человек, еще 20% переместятся в Германию, от 1 до 3 миллионов приблизительно такая же цифра, от 8 до 10 в Чехию, от 0,69 до 2,4 миллионов и 11% в США Канаду, что может составить приблизительно до 1,7 миллионов человек, и остальные переедут в другие страны-члены ЕС. Очевидно, эти цифры шокируют, как и мои сценарии, которые я делал в 2021 году. Но в расчете на принимающую страну, мне кажется, будут ниже, потому что беженцы будут распределяться более равномерно из-за эффекта насыщения и возможных политических ограничений и вынужденной миграции. Теперь перейдем к выводам. Запад должен понять, что украинцы не примут тот факт перехождения под контроль Российской Федерации и предпочтут переехать. Если Россия добьется значительных успехов и даже возьмет всю Украину под контроль, то Европейский Союз столкнется с еще одной массовой волной перемещений миллионами беженцев. И это будет беспрецедентный случай, который можно сравнить лишь с перемещением после Второй мировой войны. Когда переехало 12,5 миллионов человек в страны Западной Европы, 22,5 миллионов перемещалось по всей Европе вместе с 12 миллионами немцев. Текущая нехватка рабочей силы в Европейском Союзе, 6 миллионов вакансий, а также сокращение численности населения, мне кажется, это цифры за последние несколько лет, они подразумевают, что в численном выражении интеграция рынка труда может быть даже не быть основной проблемой, как, например, какие-то социальные вопросы, распределение школ, детских садах. И основным вопросом тут является следующее. Однако, как государство и общество смогут подготовиться к подобному сценарию? И тут я хочу завершить свою презентацию и благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Фрэнк, за вашу презентацию. Тут я хочу пригласить участников задавать свои вопросы. Пожалуйста, задавайте их в чате. я буду пытаться модерировать эти вопросы, насколько я смогу. Вы можете задавать их на русском языке, мои коллеги переведут их на английский для Фрэнка. Перед тем, как я перейду к чтению ваших вопросов, я хочу пожелать всего самого лучшего для того, чтобы не допустить сценарии, которые были только что озвучены, негативны. И мы, конечно же, должны учитывать все эти подходы, все эти факторы и поддержку Европейского Союза, военная поддержка со стороны США, коронняя поддержка, которую получает Украина. также, когда я слушал аккаунтацию, мне в голову приходили разные идеи, разные вопросы, которые касались и мобилизации, и также, как эта мобилизация влияет на вопросы перемещения, а также подходы к политик и принятию решений, директив и альтернатив. поэтому вопросов много, которые можно рассматривать и думаю, что вопросы, которые будут поступать, будут именно в этом направлении. Также презентация. Вы упомянули, что Украина это самая большая страна Европы, европейской части, и тут размер имеет значение, конечно же, потому что такое количество регионов, областей, мы, например, говорили о Донецкой области, которую можно сравнить с территорией Албании, например, и четыре области были нелегально объявлены Российской Федерацией как частью России. и их территорию можно, например, сравнить с территорией Венгрии или Португалии. И про это не стоит забыть, конечно же, про влияние российской агрессии на эти территории, на людей, которые там проживают. Я сейчас смотрю, читаю вопросы в чате, И первый вопрос будет от меня. Как можно приоритет ресурсы для того, чтобы в первую очередь помочь тем, кто сейчас пребывает в наиболее рискованной ситуации в плане перемещения. Это непростой вопрос. Ключевой приоритет заключается в том, что необходимо предотвратить реализацию наихудшего сценария в целом, предотвратить, чтобы территории Украины другие не попали под оккупацию РФ, предотвратить, чтобы другие регионы Украины, я в частности говорю про критическую инфраструктуру, не были разрушены в этих регионах, чтобы часть страны не стала непригодной для проживания. И мне кажется, что это одна из целей России и войны. Очевидно, необходимо также думать о перемещенных лицах. То есть в первую очередь речь идет об эвакуации, предоставлении жилья, но это только то, что касается первых нескольких недель. То есть для того, чтобы люди могли оставаться внутри страны, учитывая ситуацию в контексте безопасности, это то, что правительство Украины делает все время, надо заботиться о внутренне перемещенных лицах внутри страны, находить для них жилье. я не могу прокомментировать потенциал Украины в плане обеспечения условий для большего количества ВПЛ, потому что и так уже показатели огромные, цифры огромные, и это огромная значение. Если у нас будет еще плюс 7 миллионов внутренне перемещенных лиц, это, конечно, не сфера моих экспертных знаний, наверное, участники из Украины, которые сегодня на семинаре, они более компетентно смогут ответить на этот вопрос. Но в случае наихудшего развития событий, по сравнению с 2022 годом, правительства государств, члены Европейского Союза должны быть лучше готовы для того, чтобы принять значительное количество перемещенных лиц из Украины, начиная с границы, чтобы люди не стояли с детьми, с людьми преклонного возраста, с людьми с инвалидностью на границе в машинах по 2-3 дня, потому что был промежуток времени, когда ситуация была именно такой, и это, конечно же, привело к трудностям. С другой стороны, это все было довольно импровизировано, и правительства, представители муниципалитетов различных городов, например, Франкфурт, на Одере, Берлин, Врослав, они были не готовы без помощи гражданского общества не удалось бы принять такое количество беженцев. Все бы рассыпалось просто в считанные дни, а то неделя. Поэтому необходим какой-то план на случай наихудшего развития событий, если будет массивный поток беженцев. Каким образом справляться с чрезвычайной ситуацией? Где селить этих людей? Как регистрировать этих людей? Чтобы это делать быстрее, нежели в 2022 году. И вот это наверное я бы порекомендовал. Спасибо. Большое спасибо, Франк. Я смотрю за вопросы в чате и я постараюсь их подрезюмировать, потому что на некоторые из них предоставлены в письменном формате. Вы сказали 85% у украинцев они будут двигаться в направлении 15% в Россию. Почему эти 15% будут перебираться в Россию, если Украина оккупирует Россию? Да, это очень хороший вопрос. Если мы посмотрим на подсобытий, одна из составляющих это массивное разрушение украинских деревень и городов по ходу наступления 12-13 городов вообще были просто уничтожены. Если это будет продолжаться и у нас уже практически наблюдаются ситуации выжженной земли, когда большие территории Украины за войны стоят непригодными для проживания. Я читаю комментарии то тут, то там и это часть российских военных целей. На самом деле сделать непригодными для проживания людей и вытолкнуть людей с этих территорий. Мы это видели в Приднестровье, в Чечне, это также это наблюдалось, в оккупированных частях Грузии ситуация была такой. Также мы уже наблюдали подобное на Донбассе, в Луганске в частности. Играя на то, что частично Донецк и Алгарской области были оккупированы, очень много людей не выехали. И я потому предполагаю, что похожие тенденции могут наблюдаться, если большее количество областей будет оккупировано Россией. В 2004 году мы это рассматриваем, если сравнивать с 2022 году, мне кажется, что действительно может повториться схожее. Спасибо. Следующий вопрос, который я вижу в части, касается наиболее умеренного сценария. Какое будет потенциальное влияние суровой зимы и ударов по энергетической инфраструктуре в Украине? Это непростой вопрос, потому что мы наблюдали ранее во время бомбежа критической инфраструктуры и ударов по ней, что украинцы даже во время зимы были очень стойкими. И некоторые элементы инфраструктуры являются достаточно децентрализированными, например, если говорить про систему утопления, энергетическая инфраструктура, наверное, по производству электроэнергии, она более централизована. Конечно же, массивное разрушение и удары были по ней. Мы наблюдали, что возрастал импорт энергии из западных стран в результате того, что происходило. Поэтому можно отметить стойкость украинцев, но я не уверен, сколько еще времени населения, остающееся в Украине, 31 миллион человек, смогут претерпевать сложности. Не просто ты живешь в холодном жилье, а еще и работы у тебя нет, потому что без электричества люди не могут работать, заводы простаивают, кафе простаивают, магазины тоже стоят путы. Поэтому я не видел в отчетах либо опросах по Украине, что устойчивость украинцев сокращается, но это только в контексте ближайшего будущего. Еще одна суровая зима может склонить большее количество людей к покиданию Украины. Возможно временно, только на зимний период, потому что мы видим, что больше людей весной наблюдали это, в частности сейчас и летом 23 года, например, ездили назад в Украину. Спасибо. Еще есть вопросы, которые я в один объединюю. По сути звучат они так. Готова ли Европа принять 20 миллионов граждан Украины и какие планы сейчас существуют, если говорить про социальную сферу здравоохранения, если мы говорим про приток беженцев. В 2022 году Европа была не готова, скажу вам я. Но всем удалось благодаря поддержке гражданского общества принять людей. В противном случае система бы рассыпалась просто за считанные дни. Я наблюдал за этим воочию. У меня впечатление, что есть представление, что вот по состоянию насещал все плюс минус стабильно развивается. И что все плюс минус незаметно. Количество украинцев в ЕС постепенно едва ли сокращается, но я не наблюдал каких-то планов на случай наихудшего развития событий, вот как тот, что я вам представил сегодня. Я уверен, что нам понадобится совсем другая система реагирования, не такая, как в втором году, потому что общее количество будет возрастать. и мы слышим от представителей муниципалитетов и городов, которые принимают украинцев, что уже некуда принимать людей, поэтому возможно придется какую-то политику принимать касательно расселения этих людей, этого не было в 2022 году, искать какие-то альтернативные возможности коллективного расселения людей, такой нужды не было в 2022 году, также, потому что общество тире гражданское общество принимало людей 70-75% на самом деле людей приняло, поэтому я не уверен, но и никаких инсайтов у меня нету, касательно того, есть государства, члены и муниципалитеты будут ли готовы к еще одной мощной волне людей, которые будут искать убежище, но нужны какие-то запасные планы, безусловно. Спасибо. Еще два вопроса, которые я постараюсь в один объединить. Как вы оцениваете отношения беженцев, перемещенных украинцев и принимающих общин, принимающих стран и состав их, потому что в основном мы говорим про образованных женщин более молодого возраста. Вот вам кажется ли, что возможно изменение этой демографики? В своих сценариях я никаких таких изменений не рассматривал. Есть, конечно, такая возможность, потому что пока что мы также наблюдали в принимающих общинах очень высокий уровень солидарности, очень высокий уровень стойкости по разным причинам. Мы говорим про своих европейских соседей, мы говорим про женщины и детей, говорим про семьи, что приводит к гуманитарному реагированию, к эмоциональному реагированию. Я надеюсь и предполагал бы, что в случае дальнейшего наступления России всех бомбежек, обстрелов, зверств, разрушения городов, преследования людей и прочего прочего всех этих ужасных инцидентов, что это провоцирует еще одну волну гуманитарного реагирования и не могу предположить, что на самом деле будет какая-то грань. Мы должны все понимать, если вдруг возникают какие-то сопрения в обществе, необходимо быстро реагировать и быстро разбираться с конфликтами внутри общества, быстро и хорошо, но мне кажется, что по этому поводу переживать не стоит. Спасибо. Еще один вопрос. вопрос. Как вы думаете, интересы России заключаются в том, чтобы вытолкнуть украинцев с территории, которые они оккупировать будут, или же оставить их там? Мое впечатление, что изначально Россия не надеялась, что большинство украинцев будут приветствовать или как минимум терпеть российское правление, но с тех пор, как они поняли, что украинцы в большинстве своем не хотят быть под контролем, правлением или башмаком России, а вместо этого начинают сопротивляться, кажется, что они начали делать то, что, как я уже говорил, делали в Приднестровье, в оккупированных частях Грузии, в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и также в таких городах, как Мариуполь, Мелитополь, Херсон, они пытаются выгнать людей на оккупированных территориях, вытолкнуть украинцев оттуда. Логично ли это? Мне кажется, нет, но мне кажется, впечатление мое, по крайней мере, что Россия нацелена вытолкнуть большинство украинцев, возможно, рассчитывая, что это позволит в дальнейшем дестабилизировать и ослабить ЕС, потому что миграция будет продолжаться в результате этого. Спасибо. Еще один вопрос. Различные аналитики говорят, что конфликт останется замороженным в этом году, некоторые аналитики говорят, что это будет длительный как выборы в США в этом году могут повлиять на длительность войны, мобилизация в России и ухудшение экономической ситуации влияют на конфликт. Я эксперт по вопросам миграции, а не безопасности или в сфере ведения конфликтов в войну. Я также работал над различными сценариями, но сейчас вот слышу, что ожидается наступление РФ, это уже происходит в Харьковской области, мы это уже видим и мы видим, что они могут начать российский войск продвигаться либо в направлении Харькова, либо в направлении Сум также. Не вижу какие бы то ни было усилия наступательных по направлению Херсонскому либо Запорожскому продвижения и Запорожье, например, на север либо на запад. Скорее, больше вот на востоке Донецк, Луганск, Харьков возможно Суммы. И также в новостях наблюдают, как и все мы, в новостях обороны, что оружие, боеприпасы наконец-то начинают поступать на передовую, что позволяет вооруженным силам Украины обороняться более эффективно, нежели это было в предыдущие месяца. результаты выборов в США, ну, тут сложно какие-то догадки строить, но есть два сценария. Если одна сторона выигрывает, США будут продолжать поддерживать Украину, предоставлять вооружение, боеприпасы и так далее. И другой сценарий поддержка США начнет стопориться. Ну, и смогут ли Европейские Союзы и другие союзники компенсировать поддержку, которую, возможно, прекратит США? Не знаю, но сомнения у меня по этому поводу есть. И мне слишком мало известно про экономику России для того, чтобы комментировать этот вопрос, но я вижу, что с назначения нового министра обороны, который занимался вопросами экономическими до этого, видно, что вроде как все пристраиваются на военные рельсы. И как долго все это можно будет поддерживать? Вот вопрос. Пока не начнется какой-то экономический кризис в России, что, в свою очередь, повлияет на огромное количество населения. И может ли это сделать население недовольным? Сложно сказать. и потому что нельзя поддерживать такое состояние постоянно, в итоге это заканчивается вывешено революциями. Но опять же таки, мы не знаем, как Китай будет реагировать, мы не знаем, Китай будет ли поддерживать в дальнейшем Россию в долгосрочной перспективе, или тоже поддержка будет сокращаться. Большое спасибо. Следующий вопрос касается украинцев, которые мигрируют в Европу. Могли были бы рассказать о вторичной яме мобильности в Европе, возможно, какие-то статистические данные тоже привести. Ну, и хочу добавить к этому вопросу. В дальнейшем беженцы, которые будут пребывать в Европейский Союз, сможем ли мы их всех принять? Потому что есть несколько основных принимающих стран в ЕС. Могут ли они принять большее количество беженцев, или же придется перенаправлять эти потоки в другие страны? Касательно вторичной миграции, начиная с 2002 года, в 2022 году ситуация была простая, сравнительно простая, понятная для нас, потому что украинцы просто переезжали в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, и с тех стран они переезжали также в другие страны, и и могли отслеживать это и согласно нашим исследованиям они либо оставались там, куда они приехали, или ехали к своим родственникам, друзьям, которые уже до этого переехали в Европу, или когда они, допустим, ранее работали, были трудовыми мигрантами в Триции, например, в других странах, переезжали туда. Но, скажем так, они ехали в Транс, куда ездили, ездили транспорт, поезда, но обычно люди ездили на знакомые места к своим друзьям и родственникам, и они ездили также уже к семьям, там, где находились жены, дети, друзья. Также 11 миллионов украинцев подали на канадскую визу, 220 тысяч также на американскую, и также мы знаем, что некоторые украинцы подавали на эту визу, но опять-таки была такая возможность, но не выехали. туда и не знаю, или будет продолжаться эта модель перемещения или нет, но мы будем смотреть на эту политику Канады касательно визовой политики, смогут ли украинцы в будущем подаваться на визу, которую они открыли в начале войны. Также в случае Германии мои коллеги в другом университете проводили опросы, следствия, и они опрашивали муниципалитеты и 40% из них сказали, что нет возможности принимать беженцев, мигрантов любого вида, включая украинцев, а 60% сказали, что возможности еще есть. и они могут и в состоянии управлять этими процессами, и поэтому эти мигранты, эти беженцы будут направляться непосредственно в те советы, в те муниципалитеты всех европейских стран, например, как Словакия, Чехия. У меня, кстати, есть подобная статистика из Словакии, из Чешской республики, которые сказали, что западные части перенасыщены, но другие части, восточные части Чехии, все еще имеют возможности принимать мигрант. То же самое касается Германии, Польши. Если случится так, что будут дополнительно перемещены люди, я думаю, что нужно смотреть лучше на распространение этих мигрантов, на равномерное, скажем так, распространение мигрантов по Европе. И мне кажется, что страны Балтики, они приняли большую долю этих мигрантов. И мне кажется, что эти страны перенасыщены. Я опять-таки читаю чат и вижу, что там есть вопрос касательно инструментов и временной защиты по директивам Европейского Союза, которые касательно миграции, и которые могут использоваться и синхронизироваться в будущем на европейском уровне. Возможно, будет какая-то законодательная база принята касательно украинцев, которая будет помогать стекулировать эти процессы. Мне кажется, что вы больше знаете про европейские процессы, но мне кажется, что временная защита, временная директива защиты будет еще продолб. Не знаю, насколько на один, два года. Я не вижу желания перемещать украинцев на другую схему, как, например, беженство, защита. И я знаю, что один миллион, если один миллион человек украинцев подастся на новую схему, опять же, это перенасыщет структуру, которая занимается этими процессами, и работа станет. Ну, может быть, с вашей перспективы, на ваш взгляд, вы можете ответить на этот вопрос, как вы понимаете, потому что вы участвуете в переговорах в Европейском Союзе по данному вопросу. Мне кажется, в течение 10 месяцев заканчивается статус защиты, и 4 миллиона людей, которые живут с таким статусом, мне не кажется, что кто-либо в Европейском Союзе захочет подвергать риску себя и этих людей, которые сейчас находятся и имеют такой статус защиты. Поэтому я не думаю, что этот вопрос является настолько остро стоящим. Но со своей стороны я не буду вдаваться в детали, я просто хочу сказать, что это одна из тем, на которые мы обращали внимание уже год, наверное, и обращали внимание европейских институтов, особенно на вопрос временной защиты, потому что эта защита в большинстве случаев истекает в марте 2025 года, и мы проводили различные семинары, различные встречи, делали публикации, и я могу порекомендовать вам две публикации по данному вопросу на нашем веб-сайте, и там описаны детально все подходы и сценарии возможных. Также в чате я снижу вопрос для вас, Фрэнк, и это касается разрушенных электростанций. Что лучше, отремонтировать те, которые были разрушены, или построить новые? Это вопрос, наверное, не мне, это вопрос для инженера, а не для миграционного эксперта, но, насколько я понимаю, касательно альтернатив к генератору или других устойчивых источников энергии, они должны более широко вводиться и использоваться, и мне кажется, что большие, крупные электростанции будут более децентрализованными. Я сам по профессии не инженер, мне кажется, что это может занять годы реставрация, ремонт, восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры, и еще больше может занять времени построить новое. Но мне кажется, что система будет децентрализирована, и мне кажется, этот процесс довольно долгий. энергообеспечения я тоже, я очень рад, что сейчас система энергообеспечения европейская и Украина синхронизируется постепенно. Давайте перейдем теперь к военному сектору энергии. может быть, решением будет создание безопасной зоны внутри территории Украины, которая будет защищаться НАТО, и это каким-то образом защитит украинцев. А почему защищать только на Западе, только одну часть, а не всю территорию Украины? Я в своих сценариях 21-22 рассматривал такую возможность. там была такая территорическая опция сделать это таким образом. Защита только одну часть, как, например, Запад Украины, которая перенасыщена ВПЛ. Мне кажется, это даже сложно вообразить. Даже если мы посмотрим на структуру, на состав Украины, на большинство крупных городов и большинство промышленных предприятий и рек, которые находятся в восточной части Украины, и перемещение этих людей с Востока на Запад, которые, скажем так, были исторически менее заселены, там меньше промышленности, меньше работы. Ну, честно говоря, я не знаю, правильную информацию эту переварить и представить ее вам, чтобы это выглядело более правдоподобно. А касательно безопасной зоны, мы видим в разных сценариях, как в Сирии, например, мне не кажется, что это реалистично. Я не думаю, что это позитивно сработает и успешно. И мне интересно, захотят ли это страны-члены ЕС держать людей в рамках этой безопасной зоны и не разрешать им выезжать из этой зоны. Захотим ли мы такого сценария, мне сложно сейчас ответить, но мне кажется, тут последуют и другие проблемы. Защищать какие-то отдельные районы Украины с западными силами НАТО или другими союзами стран. Ну, конечно, это может выглядеть привлекательно, но когда мы пытались обговаривать такие инициативы, ответ в итоге был следующий вопрос. Думаете ли вы о создании в случае, если Россия захватит Украину, создать какое-то укрытие для или место укрытия для украинцев, чтобы они не выезжали из Украины. Текущая ситуация нам подсказывает следующее. большая доля украинцев, конечно же, останутся в Украине и будут жить на территории, которая будет контролироваться Российская Федерация. Мы это наблюдали и в Донецке, и в Луганске. Я показывал вам это на наших слайдах. от 40 до 50 человек приблизительно они выехали, а остальные остались на оккупированной территории. У нас нет точной характеристики по данным людям, которые уехали или остались, но такая тенденция существует. и молодые люди рабочего возраста, они предпочитают, конечно же, выезжать с таких территорий, контролируются Российской Федерацией, и люди уже старшего возраста, они остаются. И такие люди им не угрожают, скажем так, агрессии и жестокости со стороны России на оккупированных частях, чем молодежи, и они менее преследуются. Безопасно ли им там оставаться? Ну, я, если честно, сомневаюсь. Когда я читаю и получаю отчеты из Херсона и других поселений, которые оккупированы Россией, мне кажется, что все же военные силы Российской Федерации довольно жестокие, очень брутальные, абсолютно беспринципные, и можем ли мы тут говорить о каких-то безопасных укрытиях или безопасных местах для проживания украинцев, я бы засомневался, если честно. Следующий вопрос, он касается ВПЛ из Восточной Украины, которые переехали на Запад, скажем так, во Львов. Как будет выглядеть социальная динамика, инфраструктура и как не допустить феномена разделения общества? Как я уже говорил, Украина была густонаселена и имела основные объекты промышленности, крупных городах, имела финансовые столицы, например, как Львов. В Львов, например, это вообще культурная столица, и там вообще, можно сказать, население неравномерное. И сейчас, мне кажется, Запад с перемещением людей, как-то вот динамика, она выравнивается. Я наблюдаю эффект выравнивания, что позитивная новость для Украины, мы сейчас уже видим более сбалансированное распределение нахиления по всей стране, и также это приводит к лучшему сбалансированию ВВП, например, если мы возьмем Ивана-Фронковск, потому что область, конечно, красивая, но в свое время довольно недофинансированная территория была. И какой-то степени для западной части это будет преимущество, если люди будут туда переезжать. Я не могу сейчас говорить, приведет ли это к разделу какой-то страны или общества. мне кажется, что наоборот с перемещением людей это будет позитивно и даст больше возможностей для этого региона. Также я вижу два вопроса, которые касаются уже ответов, которые вы дали. Касательно возможной будущей массивной миграции, миграции, если например не будет возможности принимать большое количество мигрантов. Но вы уже на этот вопрос отвечали ранее и снова такие директивы по временной также может привести к дополнительной массовой миграции украинцев и готовы ли страны, которые принимают украинцев к этой дополнительной волне и как к этому подготовиться. Очень коротко я отвечу. Директива по временной защите она применяется к определенным случаям. И факты миграции также в разных других случаях применяются. Тут схема очень смешанная и применяется она отдельно к разным мигрантам разного типа. Давайте не будем их смешивать все в кучу, путать. Мы должны понимать эти политики также и законы. Право Европейского Союза разные законы для разных случаев. И это, конечно же, также сопряжено с различными вызовами. Второй вопрос. Отвечаю на него. Да. Хороший вопрос. Как я уже говорил, у нас есть два вида людей, которые прибывают, украинцы, которые ищут временной защиты и другие мигранты, которые хотят либо международной защиты, либо в скоках, если посмотреть на статистические данные, возможности трудоустройства. И может настать момент, и некоторые государства, члены уже четко озвучили то, что они достигли определенной границы. Некоторые муниципалитеты, их представители также заявляют, что они достигли определенной границы и не могут принимать больше людей. Я бы критически проанализировал это заявление, действительно ли ситуация такова на практике, действительно ли это подкреплено какими-то данными, или же это скорее вопрос, возможно, управления такого притока, лучшего управления такого притока людей. Вопреки множественным кризисом, с которыми мы сталкиваемся во всем мире, я, по крайней мере, на данный момент не наблюдаю каких-то беспрецедентных, неожиданных, масштабных притоков в других регионах мира. Если говорить про конфликт в секторе газа, то количество палестинцев не возрастает, какими-то огромными темпами, если говорить про Судан, то не наблюдается потоков мощных, миграционных оттуда в Европу, возможно, в Италии трудовые мигранты пребывают, но не в каких-то огромных количествах, поэтому я пока что не наблюдаю, чтобы в ближайшем будущем это как-то сказалось на Европе. у меня нету сценариев по этим другим случаям. В прошлом я, конечно, реанализировал ситуацию, но на данный момент я не пессимистически настроен. Надеюсь, что я ответил на еще один очень сложный, но, опять же таки, частично гипотетический вопрос. Большое спасибо. Что ж, вебинар у нас уже приближается к завершению, последний вопрос, с вашего позволения, вопрос непростой. Какая потенциальная роль государств и членов Европейского Союза и Европейского Союза в возвращении украинцев, которые подлежат военному призыву? Это сложный вопрос, потому что он очень многогранный. И на самом деле он касается в общем вопрос о возвращении. Есть интерес с украинской стороны вернуть мужчин призывного возраста рано или поздно, по максимуму вернуть украинцев для того, чтобы отстраивать страну. Также существует интерес определенной степени у принимающих стран, украинской страны. Потому что им не хватает рабочих рук, мы наблюдаем старение населения в принимающих странах, поэтому они готовы продолжать принимать значительное количество украинцев. Ну и конечно же также есть сами украинцы, которые сами принимают выбор относительно собственной жизни. Любые вынужденные возвраты привлекут проблемы. Если просто подумать, как можно принудить украинского мужчину призывного возраста, который на данный момент пребывает в ЕС, вернуться, надо отменить статус этого мужчины в защите, это скорее всего будет нарушением права ЕС, потому что есть причины, когда человек подается на защиту, сложно как-то это оправдать. Помимо этого надо человека тоже как-то привлечь к тому, чтобы он вернулся. Возможно, кто-то согласится, возможно, кто-то нет. Почему? Потому что эти люди, возможно, изучают язык, они со своими женами, с детьми. Как этих людей привлечь? И после этого можно говорить о депортации. А я себе не могу даже представить, по крайней мере, в Германии, что власти, властям придет вообще в голову проводить рейды тех домов, где проживают украинцы. поэтому по итогу я не вижу предпосылок к принуждению к возврату. Это скорее вопрос переубеждения людей, по моему мнению. а это работа украинских властей, посольств, а пожалуй, не властей ее в ГИЭС. Это очень такой размытый ответ на хороший вопрос. вопрос. И тут еще надо очень осторожно сохранять вот эту золотую середину между различными интересами, помнить о возможных результатах и думать о том, что возможно, как поступить по-человечески и что сопоставимо с либеральной средой, в которой мы живем в ЕС. Спасибо. Большое спасибо, Франк, за ответы на этот вопрос. Большое спасибо, как я уже сказала, мы приближаемся к завершению нашего вебинара. Большое спасибо за вашу презентацию, за ответы. Большое спасибо за бриф, который вы представили. Что ж, я призываю всех с ним более детально познакомиться. Хочу поблагодарить всех участников, которые с нами оставались до самого конца и активно задавали свои вопросы. Надеюсь, что сегодняшняя встреча приведет к продолжению диалога поиска решений. Ну и хочу также призывать всех, пожалуйста, следить за сайтом нашим, где можно найти собственно эту публикацию и другие публикации нашей обсерватории. Также вы сможете там найти объявления о наших приближающихся мероприятиях. Ну и что ж, хочу сказать, что в этом году мы отвечаем десятую годовщину. Это очень важно для всех стран-членов, и я уверен, что будем продолжать плодотворные обсуждения и в будущем. Прежде чем мы попрощаемся, хочу попросить всех слегка задержаться, ответить на несколько вопросов, которые позволят в будущем нам улучшить наши вебинары и онлайн-события, для того, чтобы они были еще лучше для наших участников. Большое спасибо еще раз вам, большое спасибо Франку, спасибо всем, желаю вам хорошего дня. Для меня было в радость сегодня к вам примкнуть, большое спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok